Маленький кабинет. Мне нужен был кабинет, который я могла дойти пешком, чтобы мне не ехать никуда. Хотя, по большому счёту, идти-то мне тоже ни хрена не маловато. Потому что в нашем районе, как правило, уже все места насижены. То есть здесь уже всё давно занято. А это просто, по большому счёту, это просто чудо, чудо, что как повезло. И я нашла это местечко. Поэтому рады пока тому, что есть. Даже этим несчастным, с раненьким восьми квадратом. Я закончила с тобой, я не выйду из тебя. Я закончила, я не выйду из тебя. Бля, проспись, чувак. Чё несёшь? Так, хай. Так что как-то так. Ну я тоже такая выхожу из дома, такая думаю, надо засечь время, за сколько я иду. Я иду, 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 иду. Короче, иду, и, блин, и всё ещё никак не могу дойти. Вот. Тем более у этой Иры есть жених, он живёт в Молдове. А Ира сама откуда? Виктор. Анатолий, привет всем. Привет, Анатолий. Думать не о себе, о клиенте, хотя бы на 15. Клиентам, по большому счёту, там будет предостаточно места. То есть они там вообще не будут обижены. Там обижены, по большому счёту, и я тем, что я не могу поставить туда как можно больше всего. Потому что я хотела и это поставить, я хотела, да, и столик поставить, и это, и то, и пятое, и десятое. Нет таких мест. То есть здесь, по большому счёту, нету каких-то офисных зданий. Это, как правило, выкупленные на первом этаже квартиры и переделаны под нежилые помещения. Так и живём. Как-то на офисные здания здесь... Ну, обычно спальный район, здесь не додумались до этого. Ага. Ну, понятно, Виктор. Короче, всё у них нормально. Она с Молдовы, он с Молдовы, у них любовь, а ты просто такой друг вокруг. Так, сейчас я это, товарища, отвечу. Вот. Короче, как-то так. Так и живём. Вчера я там, в общем, что-то ещё притаскивала. А, собрала я типа этажерки, или как это называется. Вот, чтобы всё было то же дорого-погато. У меня такое всё в чёрно-сером, белом цвете. Всё такое вот... В общем, симпатично. Ну, вот, мне прям нравится. Кормящее молоко есть. Кормящее молоко есть. Схуя ли я кормящей, это вдруг стало. Название придумал кабинет. Да нет же, я давно уже, блин, работаю. Уже чисто идут ко мне как к мастеру. Мне не нужно развиваться. То есть, прям этот... У меня как бы... Есть там мои соцсети. На из-за этих соцсетях есть мои клиентки, которые мне просто пишут, просто приходят. А такого, чтобы прям в утром студии или там кабинет такой-то, такой-то. В общем, это... Нет, такого нет. У меня, кстати, вообще с рекламой вот в этом плане у меня большие проблемы. Я не умею себя вот это вот продавать, да, вот так вот как-то вот показывать, рекламировать. Типа, что я там первый мастер на деревне. Я как-то вот... Ну, я стесняюсь этого. Я реально этого стесняюсь. И я понимаю, что надо, потому что есть девочки, которые делают и хуже, которые делают и меньше по времени, у них меньше опыта. С учетом того, что я многое количество лет работаю с новыми клиентами, я уже руку на каких только глазах не набила. Я стесняюсь. Мне вот кажется, что мне нужно вот еще немножечко вот подтянуть, я вот прям буду топ-перетоп. Года идут, я топ-перетоп не становлюсь. И себя позиционировать как прям такого хорошего мастера тоже не умею и не научилась. Название «Надо» это круче. Я не знаю, какое название. Я как-то вот... Короче, не знаю, какое название на это, на все. Просто вот есть я со своим там ником инстаграмовским и все на это. И меня знает просто Юля реснички. Максимум. Юля реснички. Я забыла, думаю, волосы намазала я бальзамчиком или нет. Сейчас у меня еще знаете, кто припрется? Аладдин. У меня припрется, короче, за квартиру деньги брать. Сударь. Не надоедать человеку ходить и, короче, забирать деньги. вот из года в год не ленится. Каждый раз приходит, сверяет счетчики, забирает деньги. Каждый ебаный месяц. И, притом, он жил в черте города, даже не в черте города, живет. Тату сводишь? Да, давно уже свожу. Здравствуйте, мамуля. Какая давайте ебать, мамуля. Ты что, опухшую совсем? Вот так вот и живем. Сейчас мне, наверное, может быть, что-нибудь тут... Ну ладно, а то, может, я там соображу, как все это делать. Но пока еще каждый раз для меня какой-то тастишь-фантастишь, как все это делается. Все так живут, к сожалению. Все ходят, сверяют, что ли, или что? Не могу понять. Каждый месяц. Потому что на других квартирах, в которых я жила, никогда такого не было. скидываешь фотографии, скидываешь деньги. А он, как не хочет. Привет, братишка. Из какой части России ты красивая? Чувак не понимает, как им объяснить, что такое по Волжье. Из юга. Нет, я не ежанка. Спрячься лучше. Почему? Почему я должна прятаться? Тут был, по-моему, у меня. Где у меня? Вот будня обьёбыша у меня вчера залетала на страницу, посмотреть, что я там живая, здоровая, не померла еще. Даже он у меня от меня уже отстал. Он все пытался мне рассказывать, спрашивать меня по поводу того, короче, зачем я так одеваюсь, почему я хочу быть такая, как все. Нужно выделяться, нужно быть другой, нужно быть какой-то... Я не знаю, что он хотел от меня, чтобы я тут, походу, либо сидел в этом, либо, может, кокошник, я не знаю, в чем я там должна сидеть. Или, я не знаю, что я там там, закутанная какая-то должна сидеть, или еще... Я не знаю, что он от меня хотел, но мы с ним поговорили, и он согласился, сказал, да, хорошо, одевайся как хочешь, потому что... И там по списку. Ну, короче, не вывез дискуссии. Поэтому, когда ты спрячешься лучше, мне все равно. Я русская, я не мусульманка, что вы там, должна там поддерживать, там, все эти нормы Корана. Я надеваюсь так, как я хочу. Я вообще-то ист, я мою. Чего уж там говорить? Дайте мне прожить одну свою несчастную жизнь так, как я хочу. У меня нет 9 жизней, как у кошки, чтобы в одной жизни я жила так, как мне говорят комментарии Тирына Бига. А 8 жизней я буду жить, как я хочу. Привет, моя любовь.